Привет, меня зовут Андрей Сазыкин. Это практические занятия по курсу сети и системы телекоммуникаций. Сегодня мы будем исследовать с помощью Wireshark работу протокола ARP. Напомню, что протокол ARP используется для определения неизвестного MAC-адреса по известному IP-адресу. В Wireshark мы используем фильтр по названию протокола ARP для того, чтобы отобрать только нужные нам пакеты, которые относятся к ARP. Работа протокола ARP состоит из двух операций – запрос и ответ. Вот здесь запрос, краткая информация. MAC-адрес отправителя посылает на широковещательный MAC-адрес пакет, в котором спрашивается, у кого есть адрес 195.19.132.63. Ответь компьютеры с адресом 195.19.132.65. Следующий пакет – это ARP-ответ. Опять же, краткая информация. IP-адрес 172.19.1.204. У компьютера вот с таким MAC-адресом. Теперь рассмотрим подробно, как устроены пакеты ARP. В нижней части окна Wireshark мы видим пакет ARP в том виде, в котором передается по сети. Перейдем к среднему окну, чтобы посмотреть, как в нем устроен. Как мы рассматривали на прошлом занятии, первая часть пакета – это заголовок канального уровня. Адрес получателя. Широковещательный адрес. Запросы ARP отправляются всем компьютерам в сети, так как компьютер-отправитель известен только IP-адрес, но не MAC-адрес получателя. MAC-адрес отправителя и код протокола следующего уровня 0806-ARP. Затем идут поля данных заголовка протокола ARP. Выделяем в среднем окне. В нижнем окне они подсвечиваются. Протокол ARP был разработан для того, чтобы можно было преобразовывать адреса различных технологий сетевого уровня в различные технологии канального уровня. Поэтому вначале идут поля, которые говорят о том, адреса каких типов мы преобразуем. Hardware Type Ethernet. Тип протокола IP версия 4. Говорит нам о том, что по адресу IP версия 4 мы пытаемся определить адрес Ethernet. Указывается длина адресов. Hardware Size 6 байт. Длина MAC-адреса. Протокол Size 4 байта. Длина адреса IP версия 4. Затем идут важные поля. Тип операции ARP Request. Как я уже говорил, есть две операции. Request – это запрос MAC-адреса по известному IP-адресу. И ответ. Это как раз отправка неизвестного MAC-адреса. Дальше указывается MAC-адрес отправителя в конце IP-адрес, который мы хотим узнать. И MAC-адрес, который мы хотим узнать, заполняется нулями, потому что мы его не знаем. Рассмотрим следующий пакет – ARP-ответ. Точно так же и в начале идет заголовок канального уровня, но в адресе получателя указывается не широковещательный адрес, а MAC-адрес того компьютера, который отправлял запрос. В поле данных протокола ARP тип операции «Ответ» – это говорит о том, что мы отправляем ответ на запрос MAC-адрес. И искомый MAC-адрес находится вот здесь – MAC-адрес отправителя, так как на запрос отвечает именно тот компьютер, у которого этот MAC-адрес находится. После того, как компьютер запросил MAC-адрес некоторого IP-адреса по протоколу ARP, он его записывает во внутренний кэш, который называется ARP-таблицей. Эту таблицу можно посмотреть с помощью команды ARP. Команда ARP-а выводит имеющуюся таблицу соответствия IP-адресам, MAC-адресам. Можно добавить вручную, в этом случае будет статический адрес, либо удалить. Например, удалим самый верхний IP-адрес. Теперь этого адреса нет в таблице ARP. В ARP-таблице есть записи двух типов – статические и динамические. Статические записываются в таблицу вручную или из конфигурационных файлов операционной системы, а динамические появляются в результате работы протокола ARP. Причем для динамических определено время жизни, после которого эти записи удаляются из таблицы. Кроме запросов и ответов ARP, есть еще один интересный пакет, так называемый Gratitude ARP. Это запрос своего собственного IP-адреса. Как мы можем видеть в заголовке ARP, Sender IP-адрес и Target IP-адрес совпадают. Такой пакет ARP используется, например, при назначении нового IP-адреса компьютеру, для того, чтобы проверить, не используется ли уже этот IP-адрес в сети, и в случае изменения IP-адреса, для того, чтобы быстро сообщить всем компьютерам в сети о новом соответствии пары IP-адрес MAC-адрес. На этом все про работу протокола ARP. Спасибо, что смотрите. До свидания.